Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Лев, и это Время Хаткора 8 серия, и сегодня я достаточно хорошо подготовился для этого видео, но подготовиться не по вещам, как вы видите, то есть только взял, вот нашёл алмазную кирку, я её в другом мире посеял, да, потерял, сейчас нашёл, короче, да, во втором мире, из мода Internal Raceless, да, и, в принципе, вернул кирку алмазную, в принципе, думаю, понадобится в будущем, потому что скоро сломается эмиральдовая, в принципе, ничего страшного, но просто взял, просто взял, потому что пригодится, окей, ещё я некоторые моды убрал и некоторые добавил, какие моды убрал, моды убирал где-то неделю назад, не помню точно, но, по-моему, я убирал только мод на зомби, да, которые спавнятся и бегают днём, то есть я убрал этот мод, потому что благодаря этому моду убирались другие мобы, либо они спавнились очень редко, и это, на самом деле, очень мешает игровому процессу, то есть я с самого начала это знал, я уже не первый год сталкивался с этим, мод, на самом деле, на зомби крутой, но очень много других крутых мобов, они исчезают, убираются просто, и поэтому вот так вот как-то всё происходит. А мод, который я добавил, это мод, который я должен был добавить ещё и в первый сей, с самого начала сборки, я, кстати, и хотел вроде как его добавить, но чё-то почему-то не добавил, это мод, который будет прокачивать мои навыки, пвп, всего такого, вот на эту кнопочку нажимаю, В принципе, я думаю, вы этот мод и так знаете, там, я не знаю, ложки какой-нибудь, я не знаю, да, короче, у меня есть 401 XP, это типа мой уровень, да, мой опыт, и давайте смотреть, у меня всё на ноль прокачано, потому что я только мод установил неделю назад где-то, и вообще ничего не прокачивал без видео. Окей, давайте прокачаем, например, дамаг меча, то есть тут по значкам всё понятно, да, например, сейчас мы прокачаем, например, удары, чтобы урон у меня получше был, давайте прокачиваем, прокачиваем, максимум, да, да, я максимум прокачал, а, нет, я на 404%, на 45% прокачал дамаг, я так понял, да, у меня 408 XP осталось, у меня 2 уровня осталось, и, к сожалению, я уже прокачивать не могу. Что я ещё могу прокачать, например, майнинг, могу, да, я могу, на 9%, окей, давайте попробуем, у меня меч на 18 урона, проверим потом, короче, сейчас я не буду проверять, я не знаю, тут мобов нету, окей, давайте начнём копать, у меня какая сложность, у меня нормальная стоит, да, кстати, скорее всего, ой, скорее всего у меня, так, а какой урон я хочу проверить? Было 33, стало 19, это у нас сколько получается? Подождите, так, чё-то как-то, по-моему, не стало больше, нет? Или стало? Да чё-то не особо, по-моему, у меня даже меньше 18 урона, какая-то броня у этой земли есть, по-моему, ну да, я меньше, чем надо дамажу, меньше 18 урона даже дамажу, ну ладно. Да, вот, видите, руды, чуть-чуть покопал, чё-то вроде как немножечко добывал, да, если так внимательно посмотреть с прошлой серии, но, наверное, этого делать никто не будет, поэтому вот, чуть больше их стало, чуть больше вот стало, вот было штук-19, меньше даже, алмазов меньше было, ну, короче, как-то так, да. В принципе, чё, в принципе, чё, у нас тут есть броня, видите, вот такая, которая уже почти вся поломана, есть вот такая броня, которую я буду ещё зачаровывать, поэтому пока что не буду её брать. Давайте мы возьмём вот так вот, и попробуем мы сейчас, хотя бы как-то сделать, а чё за, чё салаки, подождите, алё, ребят, подождите, а чё, не, подождите, а чё, так, это я сейчас, а, нормально, прошло, чё-то за дичь сейчас было, почему-то, да что за говно, капец, я сейчас прям всё спалю тут прям. Ребят, Саян, я не знаю, чё за баги, подождите, я сейчас даже прям выиграю вас. Итак, я перезашёл в мир, вроде как стало нормально. Инсейн! Инсейн, смотрите! У меня уже режим инсейн, это получается безумный, да? Это переводится как безумный, охереть! Охренеть! Так, во-первых, мы бьём вот столько арбузов, прям много, да? И тосты все возьмём. Давайте вниз копаться, в принципе, копаться мы будем достаточно быстро, да? Ну, не так быстро, конечно, как хотелось бы, но, в принципе, ладно. Так, здесь есть ли шок какие-нибудь леса, я не знаю, ничё бы такое сделаем, да? Так, высота у нас какая? У нас получается 53-я сейчас, да? Ну, ладно. В принципе, пока что вот так будем копаться. Сейчас киркан начнёт ломаться, и тогда, если что, я, как бы, буду использовать алмазную, да? Окей, ну, сколько точно здесь 182? Ну, можно покопать до низа, в принципе, не так страшно. Так, вот так мы сделаем сейчас. Блин, лопата по-нароге, выскакся давным. Давай, оп-оп-оп. Хорошо. Высота уже 32-я, и вот с этой высоты мы уже можем, как бы, копать руды, да? Ну, лучше, конечно, пещеру, я пещеру и хочу найти, поэтому буду добиваться, нахрен, найти пещеру. Да. Буду этого добиваться. Ну, вот на этой высоте уже можно копаться где-то тут. Давайте я так и буду копаться, правда, поменьше не копается. Давайте вот этой всё-таки будем пока что копать. Окей. Сейчас я буду, в принципе, копать на этом ускоренном режиме, как-то стараться вот это всё делать, потому что не хочу, чтобы на это потратилось полсерии, и как бы, ну, или, по крайней мере, на копание просто, да? Чтобы хотя бы в руду найти, а потом уже что-то о ней говорить, и что-то пытаться делать с ней, и так далее. Опа. Нашел пещеру. Ух ты, она не такая уж и маленькая, кстати. Это радует. Если что, я боюсь убрать мод на вот эту полоску, да, которая делает много хп у монстров. Потому что, вроде как, по отзывам, то есть, этот мод, если убрать, то, как бы, у них не будет запускаться, или что-то такое, ну, то есть, плохо всё будет. Так, мы нашли, кстати, первую руду, это Нитр. В принципе, думаю, вы видели у меня в улицу Луки, где-то Нитр, да? Окей. Так, тут, кстати, трава из этого биома. Надо, кстати, следить, то, что нахожусь в этом биоме или нет, это, кстати, очень важно. Правда, надо следить. Да, правда, всё темнеет, и непонятно немножко. Окей. Давайте покушаю курицу. Мы побежали дальше. У нас какая, у нас какая высота? У нас 30-я. Блин, тут уже не будет спавниться. Ладно, тут ниже идёт. Вода, кстати, так... Ай! Ай-яй-яй, тут чё? Вода, кстати, заметьте, необычная. Да. Вода именно из биома, и это реально прикольно. Да. Я, кстати, недавно думал о том, что, может быть, всё-таки поставить на эту сборку Industrial Craft, но потом такой, и подумал, что, блин, зачем? Зачем ставить Industrial Craft, если всё-таки эта сборка не об этом? Здесь вообще не должно такого быть. Ну, по сути, да? По сути, сами подумайте. Зачем сюда и Industrial Craft, если, как бы, и так, и так, блин, тут... Тут именно такие моды. То есть и Industrial Craft здесь не нужен, да. И, кстати, смотрите, у меня 200 HP у мобов. Нихера себе! Это что за вода такая? А ты чё, умираешь-то? Ой-ёй-ёй-ёй. Так. На меч отталкивающей до сих пор стоит. Давай, зомби, давай. Он сейчас умьёт сам. Умирай, давай, пока. А-а-а! Ёпта! Я так сейчас родил, ох-е-еть. Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. У-у-у-у-у, капец. Блин, вот это страшно было. Вот это было. Анти-зомби меня убило. Нифига себе, ты анти-зомби. Я офигеть успел. Так, ну-ка, давайте помеем. А-а-а! Страшно. А-а-а! Твою мать! Нихера херачит жёстко. Вот это опасно, конечно. Иди отсюда. Анти-плеер! Нихера себе! Вот это крутая вода! Анти-плеер! 360... 56 пп. Офигеть. Ну понятно, в эту воду лучше не суваться. Окей, мы находимся в правильном пиоме. Это прям смертная какая-то упивает. Вода прям опасная. Это даже не вода, это я не знаю что. Ну, в любом случае, гликольно. Так. Ближник. Так. Ладно, что хотя бы ближник не копал в хаушек количествах. Теперь хотя бы не будет с этим проблем. Да, я... А! Ёпта! Я опять охереть успел! Да чтоб тебя! Да хватит меня пугать! Камень-босс! Что? Анти-плеер опять! Где? Где я? Не понял. А вот сейчас бы было бы хорошо, если было бы несколько смертей. А я в воде, что ли? Твою мать! А я где-то в камне. Даже тебя где-то в камне. Да чтоб тебя! А я в воде опять. Я в воде. Подождите, я смерт. Так. Если они меня убивают, то их еще больше становится, да? Ёпта! Твою мать! Да это подстава, долбанная! Да это нельзя! Идите! Ребят! Ну это минус шахта! Капец! Я их там заспавнил! Надо... Подождите! Я надеюсь, вы не против? Опа! Я же сделал пистифл! Так а сделал пистифл! Вы что меня убиваете? Фух! Слава богу, что исчезли хотя бы! Ну это реально капец! Ну ребят, стоян, конечно, ну бляха! Но это опасно! Так. Мне уже страшно воду на мать! Стенку надо сделать! Хотя бы какую-то! Опасно, блин! Блоки убийцы, блин, меня убивают и все, и вообще жесть становится какая-то! Так, все хорошо, смотрите! Даже такая штука есть! Ладно! Здесь я точно не хочу тусить! Железо добывать, скорее всего, не надо, потому что, ну а зачем оно мне? В принципе, не нужно, если что-то буду не в сейхе или на свиме где-нибудь, не знаю! Да? Окей! Опа! Вот та самая руда, которую я искал! Вот она, ребят! Та самая руда, ребят! Да, и вот таких штучек мне, по-моему, в достаточно нормальных количествах нужно! Да? Чтобы что-то, какой-то портал, что ли, построить! Короче, какие-то ютуалы делаются в модах этих! Да? И это достаточно интересно! Этих чуваков, оказывается, с помощью кирки можно убивать! Алмазные! Но только, оказывается, нужна аж минимум железная, да? Вы, пацаны, как бы не двигайтесь! Я, как бы, вас вижу! Вот заметили, да? Привет! Я, как бы, в лицо вам смотрю! Вы что двигаетесь, а? Ай-яй-яй! Хорошо, что хотя бы не с первого удара убивает! Вались уже зомби, блин! Так, какая-то крутая штучка! Валим, валим! В аду теперь от них можно избавляться! Это очень хорошо! Правда, нужна какая-нибудь хорошая кирка алмазная! Если что, другими предметами их убивать вроде как нельзя вообще! Так, штаны одену такие! Хорошо! И ещё факела! 57 факелов! Хорошо! Если что, я записываю с первого дубля, поэтому я извиняюсь, да? Но, в любом случае, думаю, получится интересно достаточно серия, да? Просто я записываю всё достаточно быстро! Кстати, я извините то, что видео опять 100 лет не было, потому что я болел, я болел и сейчас немножко ещё болею, поэтому, кстати, видео крутится немножко не очень, да? За это, правда, извиняюсь, но да ладно! Окей! У нас только одна метка смерти, это радует! Давайте мы её убьём! И пойдём дальше! Нашли мы эту руду, мне, по-моему, штук 60 надо, нет, 60 точно не надо, меньше, штук 30, потому что... Ну, я где-то читал, если что, я смотрел всякие тутойлы, и это прям реально достаточно нужная руда, и она, по-моему, связана с какими-то ритуалами, вообще сам мод с этим связан. У меня, кстати, появилась очень крутая книжка, которая будет с этим связана, то есть там всё можно прочитать, только, к сожалению, на английском языке, да? Давайте лазунит забьём, наверное, понадобится в модах немножко, поэтому буду всё забирать, золото не нужно, у нас есть фарм золота, да, с помощью лаки-блоков. Кстати, надо с ними, будет с настойками, помутить, чтобы такого не было. Да, это правда надо будет сделать. Окей. Уголь добывать не буду, пока не нужен. Если что, факелы закончатся, я добуду. Да-да-да. Это у нас, опа, ещё одна. И ещё одна. Это прям радует, ребят. Десять штук в этот момент у нас уже. Реально круто, да. Если что про Эббиселкрафт, пишите мне, если вдруг знаете, там в комментариях пишите, потому что я первый раз прям официально прям выживаю с этим модом, то есть прям, ну, вообще жесть, да? Поэтому, как бы, извините, я буду тупить. И то, как бы, смотреть всякие тутойлы и так далее, то есть я не знаю ещё, как всё вот это делается, как получить какой-то там предмет для портала. Я, кстати, понял то, что нужен именно ключ для портала. Это очень радует, то, что не блоки нужны, то есть просто ключом ты нажимаешь и получаешь уже вещи, которые тебе нужны. Это очень приятно. Вот за это, конечно, огромный инспектор разработчикам. Спасибо реально огромное, да. То, что вот именно так надо делать, а не сидеть, мучиться, да, и так далее. Окей. Вот здесь, оказывается, мы ещё не были. Я думал, что я уже всё прошёл. Так, отлично, ещё 13. Так, у нас есть этот нитер. Неплохо так. Неплохо, неплохо. Окей. Так. Нитер. Окей. Так, и рассид у нас есть. Рассид, тоже неплохая руда. Вроде как... Ну, она такая, типа, не очень. Для начальных этапов все эти руды вообще нехороши. И железо даже хорошо. Ну, железо, ладно, железо мне не нужно, я его выкину. Уголь. Ну, хорошо. Так, у нас какая высота? 14. Я буду сейчас копаться опять, наверное, в ускорении. Хотя, в принципе, я думаю, не все я добуду вот эти штучки. В принципе, я думаю, вы уже поняли, да, то, что, как бы, суть эту уловили, да, то, что, как бы, эта руда нам понадобится. Сюда мы её скидываем, да. Руда сюда тоже скидываем. Рудышник не надо. Потом всё переплавлю и так далее. Ну, и нормально будет. Вот, кстати, я ещё крылья скрафтил новые, которые крафтятся с помощью... Я, кстати, в аду был, в аду был и... А! Ёпта! Опять испугался, да чтоб тебя! Страшно, наверное, капец. Да, отстанет меня. Собака такая. Стреляющая. Вот здесь у нас книжка должна быть вот здесь. Да, вот эта книжка и крылья как раз вот эти, которые вот так вот крафтятся. Из-за обсидиановых и из-за таких вот. Ну, и адского нароста. Вот почему в аду надо было быть. Я их не пробовал, видите, они без прочности. Сейчас попробуем полетать. Надеюсь, это не подстава. Да, вот такая ещё книжка, которая вот так вот крафтится. Достаточно просто. То есть, это всё благодаря туториалам я и узнал, да. И серия, реально, получается достаточно прикольная. Потому что я начинаю, реально, развиваться как-то в этой сборке понемножку. Вы видите, деревья такие вот посадил. Да, в принципе, тоже неплохо. Итак, попробуем летать. Крылья у нас на месте. Погнали. Ну, кстати, летает достаточно неплохо. Достаточно быстро. И прочность 3500. Вот это, конечно, немножечко обидно. Я думаю, что больше. Блин, вот эта штука, она бесит, то, что она в небе. Сейчас я могу долететь и, кстати, её достаточно быстро вот так вот сломать, чтобы не мешало. А то из-за них будут и лаги, нагрузка на серверх идти. Ну, не на серверх, на эмирх. Ну, вы поняли. Это что опять? Огонь ненавходящий. Да-да-да. Давайте полетаем, в принципе. Если что, я убью не все опять курицы. Я обсидиан добуду, в принципе. Митя Гитля я добыл, кстати, вот тот. Который в прошлой серии мы нашли. Ну, не полностью, но почти полностью я его добыл. Да, это у нас какой мод вот этот? Там птица, кстати, через окно опять палит. Главное, чтобы не залетела собака такая. Так, это у нас что? Это у нас улей. А если я его сломаю, меня начнут бить. Опа. Опа. Прикольно. Я пчелу поймал. Не знаю, короче. Не начали меня бить. Ну, короче, будем, наверное, и пасеку что-то делать свое вот это. Хотя вряд ли. У меня, кстати, есть звук крыльев. Ни хрена себе. Смотрите. Звук крыльев. Достаточно быстрый. И лаки блок вижу. Прикольно, реально, прикольно. Прям такая серия сегодня хорошая получается. Так. Опа, колодец. Радует что-нибудь, что-то другое. Ой-ой-ой-ой. Это опасно. О-о-о, капец. Да. Вот это прикольная, что она штука. То, что хоть что-то спавнится. Либо, ну, кстати, можно и уголь, и еще что-то добыть. Реально прикольно. Кстати, улагать вообще мало сегодня. Блин, капец. Я то ли... Ну, я, кстати, немножечко опять запись умутил. Пытался там как-то меньше лагов сделать. И, по-моему, это у меня получилось. Да, то есть есть, конечно, лаги. Но их куда меньше стало. Улетай. Так, опа. Есть. Все. Да, кстати, крылья вроде как тоже броню дают. Да, одну защиту дают. Неплохо так, неплохо. Если что, почему я хочу этот мод убрать, на который увеличивает сложность? Потому что он, на самом деле, достаточно читерский. По большей части. Из-за того, что у меня вот этот меч на 18 урона, максимальный урон здесь, по-моему, 30-20. 25. Вот такое вообще максимальное оружие в этой сборке. Поэтому это, ну, как-то нечестно получается. Должен с нами это понимать. Опять, кстати, пасека. Давайте сломаем. Получим еще одну такую пчелку. Ой-ой-ой, убивают, убивают. В принципе, я большую сейф делать сегодня не хочу. Потому что, сами понимаете, я болею. Мне тяжело пока что снимать. И поэтому вот как-то так. В принципе, вроде как более-менее все рассказал. Пчелки у нас появились. Как неплохо, да? Достаточно. Вот так вот все выглядит сейчас, да? Вот так вот выглядит мое место. Достаточно красивое. Уже. Вот тут у нас, кстати, лучерек появился. Забыл еще в прошлой серии показать. Или даже позапрошлой, видите? Ну, чтобы как-то более-менее выглядело красиво это место мое. Здесь же вообще было пусто. Я же все деревья срубил поначалу, да? Ну, а сейчас выглядит реально красиво. Да-да-да. Как-то так. В принципе, давайте, кстати, в ад сходим опять же. Почему бы и нет? Быстренько минуты на три. Теперь зато там нету хероблины. Теперь вещи у тебя не исчезнут просто так. Это намного от ней. Потому что, ну, сами поймите. Это, ну, очень грустно, когда, как бы, вещи просто исчезали. Да. Так, ой-ой, огонь. Так, полетели. Вот у нас тут буквы, порталы хероблина. Извиняюсь за лаги. Извиняюсь сильно за лаги, да. В принципе, да. Вот сейчас более-менее нормально. Потому что только в мир залетел. У нас тут есть метки. Дом. Круто. Нет, дом, спасибо, мне не нужен. Так, а это что там за мобы? Так, это те, которые стреляют. Из них вроде как не особо. Цена, всё выпадает. Тут есть такие красные оруды. Есть данжи. Данжи это хорошая тема, конечно же. Сами понимаете, адские коровы. Адские коровы, кстати, тоже с Эбисалкрафтом связаны. Которые, кстати, в начале сейфа, после показывали. Ну, типа, коровы, которые на тебя нападают. Их убиваешь, а они становятся адскими. Это всё Эбисалкрафт. Эбисалкрафт как раз с этим и связан. Поэтому интересно. Поэтому, думаю, будет интересно. Достаточно в этой сборке выживать. И я теперь реально. Следующее видео будет разговорным. И там я насчёт сборки и насчёт всего этого поговорю. То, что сейчас уже полгода прошло. С 25-го числа прошло полгода. Ребят, полгода прошло. Этому летсплею. А сейф, всего лишь восьмая, опять же. То есть, прошло столько времени. А до сих пор, как бы, такие же неприятные вещи. То, что, блин, вроде как, по идее... Ну, по идее, я сколько уже... Сколько уже прошло времени. А я всего лишь восьмую сейфу записываю. Да, окей. Давайте мы сейчас вольём его. Так, у нас есть глазик. Где у нас выпадает полг только? А, нет, вот, видите. Глаз. Глаз снизу. Вот этот слёзы, точнее... Слёзы Гаста есть. Слёзы Гаста есть. Ребят, буду заканчивать на этом видео. В принципе, я уже, в принципе, всё более-менее рассказал. Рассказывать более-менее уже нечего. Это что? Это типа просто пропасть? А, это ладно. Рассказывать более-менее уже нечего. В принципе, всем спасибо за просмотр. Изменяюсь ещё раз за лаги. Такая вот у нас книжка есть. К сожалению, на английском языке. Может быть, буду искать какой-нибудь русификатор для этого мода. Да, на 10-10. Если знаете какой-нибудь русификатор, то тогда пишите в комментариях и так далее. Ну и, в принципе, всё. Давайте попробуем, кстати, убить Лейза. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А ну попробуем тебя, чувак, убить. Мы попробуем. А ты куда ещё? Смотрите. Эндермен, блин. Взял и сбежал от меня. Ой-ой-ой! Какой-то чёрный страшный. Надо убегать. Всё, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И удачи. И увидимся в следующих видео. Да. Ну и так далее. В принципе, давайте умнём. Чтобы, как бы, метки нет у портала. В принципе, всё. Спасибо. Пока-пока. И удачи. Я, кстати, уже все крылья потеял почти. Ладно. Не так уж и страшно крафтиться. Всё. Всё, спасибо. Пока-пока. Все было такая немножечко, такая, типа, начальная, да. Типа, начало всего вот этого. Начало яльного развития. Насчёт книжки. Кстати, эту книжку можно апгрейдить. Вот этот некий намекон, да. Как в таункрафте пьём, да. Почти название такое же. Сейчас я найду эту книжку. Где она тут у нас есть? Здесь она, говорит, я не понял. Так. Где у нас книжка? Что-то я её не вижу, честно говоря. Вот такой ключ, по-моему, нам нужен, чтобы запустить первый портал. Вот эту штуку с помощью, я так понимаю, надо с помощью этих самых, как, ну, ритуалов, да. Вот эту буду найти надо. Ну, а, кстати, ключ-то достаточно дешёвый. И вот эту штуку только надо понять, как она делается. С помощью туториала буду узнавать. Вот такие, видите, штучки мы будем делать, делать эти гемы. А эта штучка, ну, непонятно, её, скорее всего, тоже где-то добывать надо. Где-то надо добывать. Чанг какой-то получается. Короче, ребят, всё очень интересно. Броню можно делать потом из этих штук. Вроде как, да. А, нет, смотрите, из-за этого делают сейчас литки. Это, короче, реально интересно. Это надо будет разбираться. Короче, всё. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok